Всем привет! Меня зовут Светлана, и сегодня я хочу поделиться своим опытом прохождения Айуаски вместе с прекраснейшим, мною, безумно любимым шаманом и проводником Данилой. Айуаску мы проходили на острове Панган, прекрасном райском острове. Я немножко уйду в предысторию для того, чтобы продемонстрировать, как вообще я к этому пришла, через что прошла и какие у меня результаты или фидбэк. Все началось, наверное, года 2-3 назад. Я впервые начала слышать об этом через различные интервью, через прохождение опыта церемонии моих знакомых, которые, кстати говоря, имели очень хорошие результаты. Один из них вылечился от астмы, который страдал всю жизнь. И это достаточно впечатляющий опыт, который... Все эти истории произвели во мне достаточно такой мощный отклик, и я поняла, что рано или поздно мне необходимо будет поехать в Перу и пройти эту церемонию Айуаски. Это достаточно стереотипный шаблон, представление о том, что необходимо лететь именно в Перу и проходить весь свой опыт конкретно там с настоящими шаманами. Сейчас, пройдя опыт не с шаманом из Перу, а с Данией из Пангана, я могу от своего опыта сказать, что это, как мне кажется, вообще не имеет значения, где и с кем ты по должности в Айуаску проходишь. А важно просто, насколько человек знает своё дело, насколько он опытный, насколько он имеет сильный контакт с духом Айуаски, и насколько, правда, он является проводником в своём воплощении. Не обязательно иметь ту или иную кровь для того, чтобы заниматься тем, чем занимается Даня. Мне кажется, проводника ты просто чувствуешь своё, ты его встречаешь, понимаешь, это моё. И про Даню у меня именно такие впечатления. И судьба меня закинула на остров Пангана этим летом, сегодня 22-й год, если что. И я начала достаточно сильно углубляться в различные духовные практики, потому что на тот период жизни я была в достаточно апатичном, депрессивном состоянии, потому что я понимала, что я нахожусь на каком-то распутье своей жизни, и немножко заблудилась, потеряла себя слишком много, поддавалась влиянию извне и просто растеряла себя, забыла, кто я есть. Мне нужно было обрести эту цельность обратно. Поэтому я практиковала различные практики, усиливала свою энергию и в какой-то момент поняла, что я, в принципе, созрела для какого-то более мощного опыта, потому что трансформации ощущались мощные, но как будто недостаточно, как будто я была готова к какому-то более глубокому опыту. И я начала спрашивать своих знакомых, есть ли какие-то практики более сильные, и в том числе проводится ли здесь айуазка-церемония. Здесь на Пангане я имею в виду. И мне сказали, да, что есть такой прекрасный Даня, вот тебе, пожалуйста, его контакты, свяжись, может встретись, пересечётесь, и уже поймёшь, нужно оно тебе или не нужно. Так всё и произошло. Мы с ним пересеклись, и буквально через минуту нашего общения я поняла, что я этому человеку могу доверить свою жизнь, как бы сейчас это пафосно и громко не звучало, но это мои мысли на тот момент. Мне казалось, что я могу довериться полностью и не бояться ничего, просто следовать каким-то рекомендациям, наставлениям этого человека, и меня приведут туда, куда приведут, потому что в его голосе, в его подаче, в его глазах ты просто видишь настолько сильную, мощную гармонию внутреннюю и какое-то таинство, которое ты тоже хочешь познать. И вот таким людям начинаешь доверять моментально, потому что это не просто учитель или проводник, который говорит, я тебя приведу туда-то, я тебя приведу туда-то. Нет, ты видишь на его личном примере, к какому балансу может привести такой опыт. Ну, это я сейчас прям сильно углубляюсь, но таковы были мои впечатления. Я могу просто ещё говорить дольше и больше про Даню как проводника, я думаю, что мы к этому ещё вернёмся. И, собственно, наступил первый день, была, безусловно, подготовка к церемонии, то есть определённая диета на протяжении определённого срока. И вот наступил первый день церемонии. Для меня это был день чистки, чистки, так сказать, базы моей души. То есть это какие-то родовые программы, мои стереотипные представления о жизни, о эмоциях, о любви и прочее-прочее. И избавившись от какого-то очень тяжёлого груза, я всё-таки для себя понимаю, что это была мощная проработка именно женского родового канала. И убрав оттуда или убрав из себя эти программы, получилось обрести в конце. Не обрести, а просто соприкоснуться с величайшей безграничной любовью, прощением, благодарностью и море слёз, которые ты не можешь остановить просто не от горя, а просто потому, что ты не можешь поверить, что такая любовь существует в таком объёме, в таком качестве, и что это доступно, и что это в нас. И, ну, в общем, это невероятное ощущение. Я после первой ночи, мне показалось, я соприкоснулась с Богом. Ну, не показалось. Я была уверена, что я соприкоснулась с Богом, и я теперь понимаю, что это. И этого уже на самом-то деле было достаточно. Если бы вдруг я решила проходить не три церемонии, а одну, я уже ушла бы с наполненным сердцем, любовью и каким-то безграничным опытом, который… Это лучшее, что на самом-то деле могла мне приготовить, преподнести Вселенная в качестве подарка и такого, ну, как проводника к себе в виде айуаски. Второй день… Да, весь первый день он длился, наверное, в моём случае, так как это была чистка, в моём случае это было около восьми часов. Во второй день я выпила айуаску. Даня меня предупредил, что каждый раз это по-разному, каждый раз новый опыт, и то, что я проходила в первую ночь, вряд ли я буду проходить во вторую или в третью. Я выпила айуаску, и она начала со мной работать уже через три минуты. Меня вырвало, и у меня начался бэт-трип. Такой очень мощный бэт-трип. Я поняла, что я нахожусь в аду. Это был ад. Я соприкоснулась со всеми своими страхами, столкнулась лицом к лицу, столкнулась со страхами, опять-таки, по отношению к айуаске, потому что было предупреждение о том, что можно сойти с ума. Я понимаю, что нельзя сойти с ума при айуаске, но в какой-то момент тебе так кажется, или общество тебя начинает программировать, о каких-то там… какое-то своё мнение высказывают, при этом не проходили до этого айуаску сами. И в голове начинают крутиться какие-то такие тяжёлые мысли. И чем больше ты поддаёшься этим мыслям, тем им больше, их больше, больше. Они сильнее, сильнее, сильнее. В общем, в какой-то момент была пиковая точка, я начала вообще кричать ультразвуком. И это, наверное, и разрушило всю адовую ситуацию, потому что это был пик, и не было возможности и сил внутренней сражаться с этим больше. И ты просто сдаёшься в какой-то момент, ты подчиняешься, ты понимаешь, что ты бессилен по отношению к той силе, которая на тебя сейчас воздействует. Сколько бы ты ни боролся, ни отрицал и ни пытался от этого убежать, у тебя не получится. И в этот момент, когда ты просто принимаешь факт наличия всего этого кошмара, всего этого ада в своей жизни, ты понимаешь, окей, я здесь остаюсь навсегда, я здесь остаюсь до тех самых пор, пока я что-то там себе не пойму. То есть меня заточили в эту ситуацию, потому что я должна что-то для себя осознать, а что осознать, я не знаю. Я понимаю, я сама отсюда выбраться не могу, всё, я отдаюсь вам. Делайте со мной всё, что нужно, я больше не могу. Я бесил. И в этот момент ад разрушается, и тебя как рогаткой выпуливают, если так можно сказать, в рай. то есть это было расщепление эго. И после того, как твоего эго ничего не остаётся, тебе позволяют оказаться в месте, где возможно всё. И можно всё. Можно просто всё. Я, наверное, первые минут десять, не понимая, как возможно испытывать то, что ты испытываешь в этом месте, я просто говорила, я всё поняла, господи, спасибо, я всё поняла. То есть минут десять меня было не остановить, я просто обнимала землю, говорила, господи, спасибо, я всё поняла. То есть опять-таки это безграничная любовь, это глубочайшее единение всего со всем. То есть в этом дне я почувствовала, что я есть всё, и всё есть я. И всё существует и не существует одновременно. То есть это не объяснить словами, язык слишком скуп, всё это описать. И это просто невероятнейшие эмоции. Это самое лучшее, что со мной случалось на тот момент в моей жизни. И это в какой-то момент тебе просто в принципе всё перестаёт быть страшным, потому что ты понимаешь, что только что тебя столкнули с самыми крупными твоими страхами в принципе и самым своим злейшим врагом, самим тобой, как это правильно выразить, потому что, собственно, все эти страхи придумывала я сама себе. И вместо того, чтобы допустить мысль наличия этих страхов и этих ситуаций, этих представлений, каких-то стереотипов и так далее, просто согласиться с тем, что да, это тоже часть меня, да, это принадлежит мне, все это мои мысли. Я начинаю от этого убегать, я начинаю от этого отрицать, я начинаю с этим бороться, сопротивляться. Для меня вот, у меня образовалась в голове прекрасная аналогия. Это вот все вот эти страхи и вот этот ад, в котором я присутствовала, да, это наша тьма, с которой меня айуаска столкнула. И эта тьма является частью меня. Эта тьма защищает меня от ситуации, в которых я на самом деле нахожусь в опасности. Не будь этой тьмы, я бы не смогла себя защитить. Эта тьма провоцирует во мне агрессивное состояние, когда на меня бежит тигр. Если на меня бежит тигр, извините, мне нужно взять всю силу свою, да, и проявить всю мощь, но не любви, ой, тигренок, иди сюда ко мне, да, а это самозащита, это уже достаточно такое мощное проявление агрессии. И это необходимо для выживания и защиты своего я. И вот эта тьма, она часть нас, она всегда присутствует в нас. И вот у меня зародилась аналогия с маленьким котёнком, который всё время вот здесь пребывает, он находится у себя дома со своим хозяином, ему хорошо и тепло. И если кто-то приходит, начинает его беспокоить, тербанить, пытаться выгнать из своего дома, он превращается, трансформируется в огнедышащего дракона, и всё поглощает огнём вокруг себя. Но просто ему всё равно, кто начинает идти против него. Либо приходит чужак и начинает его тыкать палкой, либо я здесь своего же котёнка начинаю тыкать и говорить, так, всё, ты уходи отсюда, ты вообще кто такой, уходи, никогда не возвращайся. Он такой, подождите, это мой дом, почему я должна уходить? А я давай в него и палками кидаться и говорить вообще, я тебя не знаю, вообще сгинь, ты вообще какая-то нечисть и так далее. И, конечно же, он будет пытаться защитить своё я, своё пребывание в том месте, где он должен быть. И вот, к сожалению, в таком случае происходит противостояние самого же себя, просто с двух сторон. И в этот день, во второй день, просто получилось согласиться и смириться с тем, что не смириться, а просто признать, что да, тьма — это моя тьма, и она тоже уместна, и она тоже нужна. Забери меня всего. Если я боюсь, то я хочу бояться вообще полностью, полноценно. И в этот момент, когда ты смиряешься, когда ты отдаёшься, просто всё разрушается. Все эти страхи, они нейтрализуются, и твой котёнок, он просто счастлив, он доволен. Котёнок из дракона превращается в котёнка. И он опять ложится к тебе на грудь и говорит, ну, наконец-то ты меня приняла, брата. Ну, наконец-то. К чему всё это было? И да, то, что испытываешь потом, когда эго разрушено, когда ты просто позволяешь быть частью Вселенной, а не говорить, что это я, часть Вселенной, и я есть всё, и я могу, и я это, и я то. Да ты просто понимаешь, что есть нечто большее, есть нечто более величественное, и ты являешься его частью, этого величественного. И ты... ты есть любовь. Ты есть любовь. И тебе это демонстрирует Айуаска. И это просто невероятный опыт. Невероятный. И на самом-то деле... Ну, я сейчас очень коротко и не рассказываю подробно, что я видела и так далее, и так далее, да. На третий день, я, приходя на церемонию, я была вообще абсолютно в полной гармонии. Я понимала, что да мне всё равно, хоть через ад, хоть через три ада меня протащите, если я опять смогу оказаться в том месте, в том раю, в том прекрасном изобилии любви, благодарности и всего самого лучшего, что можно испытать, то я готова... Я готова пройти через любой ад. Я готова к этому росту. Я готова пройти через это, проработать и быть ещё чуточку ближе к тому состоянию и к тем возможностям. И, наверное, вот это вот полное смирение, полная дача и доверие Айуаске мне позволило спокойно войти в следующее путешествие. И мой третий день, ну то есть воздействие Айуаске было уже через 40 минут, как, в принципе, и подразумевается, по сравнению со вторым днём, когда мне потребовалось 3 минуты, да. И меня не вырвало, я сразу погрузилась через 40 минут в своё путешествие. И оно у меня началось с тем, что меня раскидывало по разным вселенным, я возрождалась в разных существах, то есть моё тело, меня Айуасочка клала на подушечку, я открываю глаза, встаю, я уже новое существо, я пожила в том или ином мире, глаза закрываются, меня опять вкладывают, опять глаза открываются, встаю, я уже следующее существо, и вокруг меня абсолютно другой мир, да. То есть это, опять-таки, у всех всё проходит по-разному, но вот моё путешествие третье началось именно с этого. В какой-то момент меня уложили обратно на подушечку, не Даниил, а Айуаска, я имею в виду, уложили на подушку, и я поняла, что окей, сейчас будет какой-то новый этап, то есть меня продемонстрировали, продемонстрировали многогранность и вообще всего сущего, да, и что мы тут не одни, это какие-то единственные, и что вообще всё намного обширнее, масштабнее, бесконечнее, я бы так сказала. И меня отправили дальше проходить дальнейшую чистку, через меня начали пропускать достаточно сильные энергии, и произошло такое внутреннее, ну, такой ремонт, что ли, можно так выразиться. Мне казалось, что с меня сдирают просто большое количество старых обоев, и это была проработка именно программ, если в первый день это были родовые программы, то здесь это общественный мир, ну, такие земные, общеземные, все стереотипы, все представления, все предрассудки, все ограничения, вот абсолютно все программы сдирались с меня достаточно активно, то есть опять-таки были свои какие-то видения, были свои какие-то состояния, то есть это там и какая-нибудь река протекающая, да, какие-то геометрические фигуры, какие-то образы, достаточно их было много, нет смысла их сейчас описывать, они личные, да, но была большая, была сильная проработка, у меня эта энергия поступала все выше, 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 я понимала, что сейчас вот она дойдет до пика, она соберет все, что нужно собрать, и она выйдет опять-таки непосредственно с рвотой, как это было в моем первом, во втором дне, да, но все пошло немножко по-другому, я понимаю, что вот эта энергия стоит уже вот здесь, то есть уже не здесь, а уже прям почти на выходе, а рвотного рефлекса-то у меня нет, совсем минимальный, просто дискомфорт, то есть я чуть-чуть попила воды, два пальца в рот не помогает, то есть я думаю, а почему, а как мне это высвободить из себя, я попросила помощи у Дани, он предложил мне рапея, мы сделали рапея, он помог мне вывести энергию выше, я уже села, распрямила свой позвоночник, думаю, так, энергия, поступай, давай, мы справимся, мы это проработаем, в итоге получилось все таким образом, что эта энергия вот этих старых представлений, тяжести какой-то общественной, общей, да, общей нашей, человеческой, оно трансформировалось вот так просто, энергетически, то есть необязательно проживать опыт через рвоту, да, ну нельзя ее сдерживать, если она идет, но если она не идет, не надо думать, что это как-то неправильно, некорректно, и что-то идет не так, да, то есть в моем случае ко мне пришло невероятное облегчение, ну каким-то вот так, да, то есть я своим умом не сделала так, чтобы она трансформировалась через вот энергетически, да, но мое вот внутреннее я, оно знает, что он делает, мой дух продолжает активно работать, и вот произошло такое расщепление старых программ, негативных установок, блоков и так далее, я была, конечно, безумно поражена, но на этом все не закончилось, мы отправились дальше, и это было такое дзеновское состояние, в котором не проходила ни одна мысль, то есть поначалу была попытка запустить хоть какую-то мысль, то есть вначале просто зарождалась мысль о том, чтобы зародить мысль, она сразу заблокировалась, и была просто полнейшая пустота, и я поняла, что такое дзен, и что описывают и в книгах, и о чем говорят люди духовно опытные, и это невероятный был шанс и возможность прожить это на себе, и какое-то время меня там подзадержали, минуток пять, но опять-таки я, ну, не знаю, время течет по-другому, может быть, это было 30 секунд, может, это было полчаса, но мне показалось около пяти минут, после чего меня так немножко возвращают обратно, да, мысли начинают уже потихоньку приходить, и мне дают понять, что мы идем дальше, я такая, окей, идем дальше, я вижу в себя со стороны, как идет мощный поток энергетический, у меня есть макушки, и начинает поступать мощнейшая энергия, мое тело начинает очень сильно трясти, я понимаю, что мне это новый уровень, мне нужно эту энергию усмирить, совладать с ней и принять ее, через какое-то время получает это сделать, мое состояние гармонизировалось, мое тело успокоилось, и мне дают понять, что окей, мы идем дальше, здесь ты прошла этот этап, идем дальше, мы идем дальше, вокруг образуется большое количество пирамид, у кого же, ну, в моем случае, это куча пирамид, я вижу, как человек в позе лотоса сидит над этими пирамидами, где-то высоко в космическом пространстве, и вот этот тот самый луч, который у меня образовался из макушки, он меня как бы ведет к этому образу, в итоге я сливаюсь с этим образом, прохожу через какую-то своего рода пленку и оказываюсь в пространстве, где вообще ничего нет, ну, то есть просто пустота, и появляется вдруг экран, я ощущаю такую колоссальную мощь, такую на самом деле власть и силу, что я осознаю связь, будучи там, я осознаю связь той меня и связь с землей и моего опыта прохождения тут, и я понимаю, что что бы я сейчас здесь не загадала, оно все исполнится тут, это наверняка был своего рода тоже проверка, новый этап, да, который тебе надо пройти, и, видимо, продолжение дальнейшего опыта тоже зависит от того, какой выбор ты сделаешь на этом этапе, но я начала сразу, вот на этом экране у меня сразу начали появляться мои любимые люди, мой бывший молодой человек, с кем мы в прекрасных отношениях, я ему пожелала получить визу в Дубай, получить проект, о котором он мечтает, о котором будет очень приятно заниматься, да, и почему-то представлялись именно машины, он оператор, мне представлялось, что он занимается съемкой автомобилей, и было полное ощущение, уверенность, что я сейчас даю импульс реализации этого намерения, и оно происходит вот уже прямо сейчас, это не сравнить, это не просто кажется, ты всем нутром чувствуешь, что ты сейчас творишь магию, следующие мои друзья, у них были проблемы с продлением вид на жительство в моей стране, и в связи с ситуацией с войной, и это всё намного усложнилось, они очень сильно переживали, затягивалось объявление результата, ну да, результата, решение, продлевают им или нет, и у меня сразу была программа, что да, всё в порядке, всё у вас есть, у вас есть вид на жительство, можете не беспокоиться, дорогие мои любимые, и в своём случае я потом только поняла, что я-то себе ничего не успела загадать, я загадала, единственное, у меня с собой был на острове плёночный фотоаппарат, и у меня закончилась плёнка, а мне очень было нужно сфотографировать ещё несколько портретов людей, которых я встретила, ну и каких-то мест, а на острове невозможно купить плёнку, там есть кодек-магазин, но в нём не продаётся плёнка, и я загадала себе, вот, чтобы, Селена, пожалуйста, приведи мне каким-то образом, принеси мне вот эту вот плёнку, хотя бы одну катушку, две не нужно, скоро уезжаю, и вот наступает всё утро, я уже всё, церемония закончилась, я возвращаюсь домой, и по возвращению домой буквально в течение часа-двух мне одна девочка предлагает плёнку, я еду за этой плёнкой, забираю её, ещё через пару часов мне пишет мой бывший молодой человек, он говорит о том, что ему предложили визу в Дубай, и хотят с ним сотрудничать как с оператором, и основной фокус у этой компании, они хотят заниматься именно видеосъёмкой автомобилей, как я и хотел, я такая, окей, хорошо, а когда тебе это предложили, потому что, может, ему предложили это пару дней тому назад, а он сообщает это только сейчас, и он говорит, да вот только что, вот представьте моё состояние, я только вернулась в церемонии, я загадала, что вот эти желания, значит, плёнка у меня практически сразу ко мне пришла в руки самостоятельно, вот так практически, бывший молодой человек пишет о том, что ему предложили визу в Дубай, в компанию, в которой он хотел работать, под вечер мне пишут мои друзья, которые переживали по поводу продления вида на жизнь, что им продлили, и пришёл сегодня ответ. Вот что это? То есть ты в какой-то момент, у тебя есть возможность и шанс дойти до места, или тебя проводят, то есть я не знаю, как это работает, да, по-прежнему, тебя проводят до места, где тебе дают абсолютную власть, ну, и то зависит от того, как ты воспользуешься, и, возможно, эти желания реализовались, потому что они были от чистого сердца, от любви безумной к близким мне людям, и при отсутствии эго, то есть я, забыв про себя, вообще абсолютно раздала какие-то маленькие подарочки другим людям, которых я очень сильно люблю, и я хотела им искреннего, и хочу искреннего счастья. Поэтому общий вывод по поводу Айваски, это абсолютно изменило мою жизнь, абсолютно, и это не просто изменило, потому что что-то я там увидела, какие-то видения, образы, потому что, на самом-то деле, это не такой прям кайфовый опыт прохождения, это сложно, и можно столкнуться с разными ситуациями, с разными образами, с разными видениями, с разными состояниями внутренними, и это нелёгкий процесс, но это так расширяет, это так обогащает, это столько любви вносит в твою жизнь, это такой безграничный подарок, это настолько... Самое большое богатство, наверное, которое может быть. Хотите сделать крутой подарок своим близким, подарите им прохождение Айваски, честное слово, никогда вам этого не забудут, и всегда, вечно будет вам благодарность, это будет самый лучший подарок. я просто не агитирую и не принуждаю, не говорю, как надо, как не надо, для кого-то, может, и не нужен такой опыт, но это то, что принесло свободу в мою жизнь, освобождение и море, море любви, море вдохновения, много творческой энергии, любой энергии, физической, любой. Я понимаю, куда мне идти, я понимаю, чем мне надо заниматься, я понимаю, кто я есть, я понимаю, откуда я. Ты становишься просто цельным. Что может быть лучше? И в любых обстоятельствах ты просто цельный. Тебя не сломить, тебе не страшно. А если что-то и приходит, у тебя уже есть инструменты, как с этим страхом бороться, потому что Айваска тебе это продемонстрировала, весь твой опыт, который ты обрёл там, есть возможность применить здесь, и это нужно делать. И это великолепно. Так что, если есть какой-то отклик, наверное, вас зовут. Спасибо большое. И я понимаю, что растянулось всё на долгий срок. Я думаю, тут на долгое время большая запись, и я думаю, мы немножко сократим в монтаже. Но хотелось поделиться максимально своим опытом. И, возможно, это кого-то приведёт к ещё каким-то мыслям и действиям, как когда-то привело и меня. Так что ещё раз спасибо. Даня, дистанционно целую, обнимаю, очень сильно люблю. И Даня, шаман от Бога, не нужно иметь по крови у себя каких-то шаманов в роду для того, чтобы чувствовать дух, для того, чтобы чувствовать человека, который проходит Айваску. Нужно просто быть в единении. И как-то он этого достиг, Бог его этим наделил. И лучшего шамана я не знаю, я не могу представить, как может быть ещё лучше. То есть те условия, в которых мы находились, с тем теплом, заботой, с теми деталями, на которые он акцентировал внимание, и как он подмечал мельчайшие какие-то изменения, как он отслеживает твоё состояние, как он тебя ведёт, как он в нужный момент что-то говорит, как он в нужный момент играет музыку или наоборот её стихает, как он, в общем, это весь процесс проводился просто превосходно. Лучше и нельзя представить. Поэтому я прям очень-очень-очень рекомендую его. И всем любви.